привет коля я быстро очень быстро я успел почитать книгу и поспать ну извини у меня просто были важные дела какие у тебя важные дела какие какие не на скидывно было красавчик просто подожди подожди мне послышал один ты сказал зорубе да андрей скоро превратится в зон он заражен опасным вирусом ой мамочки пожалуй я пойду срочные дела появились она спасет моего брата вадик не понимал что от него требуется тогда решил не тянуть вадика продам на черном рынке жаль мой план не сработал но я обязан найти деньги купить ансидот и вылечить андрей он столько раз спасал меня теперь моя очередь пришлось долго размышлять над новой идеей и наконец-то я придумал очкастый вот скажи у тебя совсем кукушка поехала не срочно нужны деньги я куплю противоядие она вылечить тебя не превратишься в зомби чего ты обкурился андрей я все знаю ты заражен опасным вирусом от меня ничего не утаешь дурак какой вирус у меня обычная простуда как простуда ты деньги за квартиру еще не потратил не переживай коля коля вот это настоящий папандос сегодня у меня было говняное настроение в этом виноват мой брат вчера он вернулся из командировки андрей был в италии она как всем известно славится своими вкуснейшими пиццами я очень долго ждал его возвращением надежде что брат привезет мне хотя бы одну но пиццы я так и не дождался хух напугал ты меня ну что где она кто как-то пицца ты привез мне пиццу из это нет как нет может быть хотя бы пасту коли я по работе ездил а магнитик весом нет все расплесенью да нет же как это нет ты эгоист очкасты ты офигел я работал а вот ты когда ездил на экскурсии хоть раз что-нибудь привез мне не напрягай свои мозги если конечно не есть ты за свою жизнь ничего не привез хотя подожди один раз ты вернулся не с пустыми руками вот видишь что видишь ты не удержался тогда и в дороге все конфеты фантики ну я бы этому обрадовался ну тогда я тоже не с пустыми руками вот держи это тебе спасибо скажу вам по секрету фантика мне не сильно обрадовался если честно вообще не обрадовался наоборот разозлился на андрея вдруг раздался звонок это был он наверное брата знал свою минуту и хочет извиниться коляныч ты главное не переживай я уже переживаю что такое в италии сейчас сильный всплеск коронавируса есть вероятность что я тоже подхватил болезнь и заразил тебя но ты нервничай это неточно я надеюсь что все обойдется но пока что мы должны соблюдать карантина карантин да сиди дома никуда не выходи следи за своим самочувствием если никаких симптомов не обнаружишь то через две недели карантин закончится ну а я показывал получается в школу идти не надо да но ты так не радуйся этот вирус очень опасный самое главное что я отдохнул от школы короче я все понял андрей пока коля алло алло новость просто улет мой настрой сразу улучшился наконец-то я смогу законно прогуливать школу и две недели наслаждаться сегодня целый день играл в приставку и кушал вкусняшки ничего не изменилось уже надоело бегать холодильнику поэтому всю еду я притащил в комнату мне захотелось но не успел я встать как сразу мои мышцы атрофировались из-за того что я очень долго лежал случилось ужасное запасы еды закончились от злости я психанул и швырнул джойстик зашибись придется сидеть на диете хорошо что хоть играть можно бесконечно как он тут оказался вонючий случай это джойстик тоже не работает походу я раздомяюсь ловил его своим толстым сранником здорово что есть компьютер с контроля любой карантин пройдет весело только вот кушать хочется наверно я начинаю сходить с ума моя одежда сильно провоняла поэтому решил ее постирать отлично не зря в рамках где мой телефон полнотрендец уже пособирал весь сыр с мышлоном но все равно не наелся сегодня планировал поймать голубя не поверите но я сварил ремень вареный ремень оказался невкусный почти не осталось сил я нашел под кроватью тухлый банан с голодухи съел его и отравился все я больше так не могу решил выйти из зоны карантина и сходить за продуктами но для безопасности мне нужна защитная маска так как ее у меня нет я обмотал свое лицо туалетной бумагой она всегда меня спасала в трудных ситуациях ты куда намылился у тебя карантин бабуля я в магазин пустите ты не пройдешь я буду сражаться твой брат сказал не пропускать тебя но я есть хочу быстрее бы наступил завтрашний день и я смогу спокойно сходить в магаз это были худшие две недели моей жизни за время карантина я похудел на 30 килограмм да уж а кто-то говорится не может избавиться от лишнего веса карантин без еды это отличная диета хорошо что воду не отключили я вообще-то помер наконец этот день настал прошло ровно две недели температура так и не появилась я чувствовал себя хорошо за исключением слабости меня снова поджидала баба зина теперь я могу сходить магазин да иди с богом а то уже задолбалась вы тут все время сидели ну конечно кстати представляет сегодня мои внуки приехали из италии и привезли мне огромную пиццу хочу поскорее того чтобы не скушать туловно вам пиццу привезли будьте здоровы спасибо бабуль вы говорите внуки за да и приехали ну да там ведь куча зараженных ой 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 буй дороги спасибо баба зина кажись на меня заразить я вернулся из магазина к сожалению с пустыми руками дело в том что я был без других тут слов не подобрать вот как можно было отправиться за продуктами без денег ладно унывать не стоит у меня ведь есть заначка ну как у меня точнее моего брата мне кажется что они сильно расстроиться если я воспользуюсь ей но меня ждал облом задачка оказалась пустой точнее 9 давно я уже потратил на конфеты что мы имеем денег нет живот урчит а позвонить андрею не могу так как мой телефон побывал стиральной машине вот кажется куда уже хуже подождите-ка совсем забыл про баба зину я ведь не сегодня контактировал ее внуки приехали из италии а там как мы знаем много зараженных неужели баба зина заразила и меня я не хочу превращаться в зомби хотя подождите зачем я себя накручиваю ничего не болеет чувствую себя замечательно надо просто успокоиться спокойно я просто чихнул ничего страшного в этом нет снова кашель вот это уже полный трындец я заражен чувствую как у меня появляется жар голова начинает кружиться даже дышать нечем так то лучше свежий воздух больше пердеть не буду моё самочувствие становится все хуже и хуже что теперь делать скорую позвонить не могу выходить на улицу нельзя так как заражу других остается только одно ждать когда вернется брат вместе мы точно найдем выход из сложившейся ситуации но я могу его заразить чтобы не допустить этого понадобится защитная маска а так как ее у меня нет придется снова воспользоваться туалетной бумагой но к сожалению она закончилась не беда ведь у меня есть лифчик только не спрашивайте откуда он у меня теперь со спокойной душой могу ждать андрея интересно как там у него дела сегодня меня выписали из больницы счастью анализ на вирус оказался отрицательным но для моей же безопасности врачи посоветовали ни с кем не контактировать ближайшее время в том числе и с братом поэтому пока что перекантуюсь на даче решил позвонить коле и узнать как обстоят дела брат был недоступен может телефон сил я начал переживать за брата вдруг с ним что-то случилось может стоит проверить но врачи предупреждали ни с кем нельзя контактировать это опасно позвонил еще раз он не ответил я решил нарушить правила и отправился к очкастому чем ближе я приближался к двери тем сильнее у меня колотилось сердце и вот наконец-то я был дома позвал брата но не отозвался в голову начали лезть дурные мысли но к счастью все обошлось очкастым наушниках слушал музыку коля коля очка обоссираться и не просыпаться андрей блин надоел как ты распугаешь меня скоро придется коричневые штаны покупать коричневые штаны зачем ну типа испугался обосрался она коричневых штанах не следа неплохой лайк советую взять на заметку вначале я испугался а потом понял что часто не может быть заражен у меня ведь отрицательный тест на вирус значит и колеса он рассказал про бабу зину ты прикалываешься у нас запасов еды на месяц на у меня защитная маска не подходи ко мне скоро мой брат заражен андрей я превращаюсь в зомби подожди от этого вируса не превращаются в зомби где доме вы тут что-то говорили про зомби баба зин да нет тут никаких зомби вы зачем меня заразили я превращаюсь в зомби стойте стойте баба зина он не зомби у него кукушка поехала он говорит что вы его заразили вирусом который ваши внуки привезли из италии мои внуки дали анализы они полностью здоровы этого не может быть я зомби дурак я не зомби это что получается я не заражен серверный поле мы здорово у тебя просто началась паника но вирус гуляет по улицам нашего города и для того чтобы не подхватить эту инфекцию лучше переждать некоторое время и посидеть дома да ты прав андрей надо беречь себя и своих близких так что метнись в магаз и купи нам чего-нибудь похавать нет уж ты все съел ты иди только выкинь уже этот лифчик нет уж он не очень дорог ну удачи мне это был уже неизвестно какой день карантина мне нравилось сидеть дома и заниматься всякой ерундой я спал играл приставку смотрел мультики и кушал ооо снова ты только лежишь и топчешь сколько уже можно я вообще-то на диете вижу какая у тебя диета лучше бы делом занялся а то скоро дверной проем не влезешь андрей не очкуй у меня все под контролем брат ушел а я с хорошим настроением продолжил смотреть свой любимый мультфильм день прошел бы отлично если бы мне не позвонил мой классный руководитель желание разговаривать с ней у меня не было но мой телефон буквально разрывался от ее звонка прошло уже десять минут а училка походу не собиралась сдаваться коля у тебя с ушами проблемы а что такое с ними вроде все хорошо ты телефон не слышу я слышу я это мои классуха звонить не хочу не разговаривать а ну так давай я поговорю здравствуйте мария ивановна это андрей откуда могу я вам чем-то помочь здравствуйте андрей и дело в том что уже две недели мы учимся дистанционно откуда ни слуху ни духу не при том ни одного сочинения ни одной контрольной и ни одного теста если он и дальше будет нас игнорировать то нам придется снова его оставить на второй год мария ивановна я все понял лично проконтролирую договорились спасибо огромное задание вышли по почте до свидания до свидания круто брат меня отмазал я поблагодарил его и уже хотел расслабиться но заметил что андрей поменялся в лице это не к добру и я не ошибся брат на меня накричал сказал браться за учебу вот и закончился мой идеальный карантин мария ивановна не обманул андрея сказав ему что задание вышли по почте я поблагодарил чудесного почтальона и уже от них отвык но оставаться четвертый раз на второй год не хотел поэтому планировал приступить к выполнению теста как вдруг увидел запущенную игру на компьютере тест подождет решил напоследок сыграть одну катку и не заметил как за игрой пролетела два часа все прекрасно тест готов вот тут ты просто красавчик братан какое следующее задание выучить стихотворение пушкина цикл а после рассказать ну тогда не буду отвлекать учили спасибо огромное я бы даже сказал огромнейшее стихотворение я понимал что данное стихотворение нашел другое ведь лучше хоть какой-нибудь рассказать чем вообще ничего и позвонил учительницы я выучил стихотворение коленка если честно не ожидала даже приятно удивлена так быстро выучил давай я внимательно слушаю Ладно, я забил мой взгляд, и понял, прыгайся от твоей, надеюсь, Александр Борисович, дорогой? Ага. Больте меня, Боже, отодвиньтесь к этой розею, отконтрольная близкою, вот отцвенки низкою, домашку отодвинь, вот и все. Это... это ж... кто такое? Тебе надо было выучить стихотворение бомба на цыглоу. А я... Хм... С... С... Слышишь меня, Коля? Хм... Наверное, технические неполадки. Ладно, но он у меня еще получит, этот дюкнилк мелкий. Бег сет уже! Фух, слабо яйцам пронесло. А что? Мало прикольных стихотворения. Я хорошенько поработал, теперь можно и отдохнуть от всей этой учебы. Думал, поиграю приставку пару часиков, но не тут-то было. Пришел Андрей, запретил играть. Сказал, что я должен написать сочинение. Я не растерялся и включил дурачка. Я обычно прокатываю, но не с братом. Коля? Коля? Хочешь чипсы? Чипсики? Конечно хочу. Сначала напишешь сочинение, а потом получишь чипсики. Вот же хитрый братец. Я начал размышлять над сочинением. Андрей сидел рядом и контролировал меня, а то мало ли вдруг буду заниматься ерундой. Но я был настроен серьезно, ведь на кону чипсики. Прошло всего две минуты, а мой мозг уже устал. Хватит, пофиг на чипсы, не хочу писать сочинение. Нужно как-нибудь отгасить. План не заставил себя долго ждать. Что вы говорите? А можно не писать сочинение? Серьезно? Ага. Спасибо, Андрюха! Коль, ты дурак? блинский получилось он был хорош что-то внизу попаривает я тут как учусь по вашим делам подавал напишешь сочинение комнаты не покинешь но мне очень хочется скоро перехочется ну ладно очкастый достал запердеть давай беги быстрее в туалет не хватало еще чтобы ты посрался понял уже бегу сидел себе спокойно в туалете никто меня не трогал и тут услышал звонок это была мария ивановна андрей долго с ней чем-то разговаривал не к добру все это я боялся ведь за целый день так и не скинул ни одного задания зато скинул парочку ядерных ракет если вы понимаете о чем я наконец-то я собрался с духом и вернулся к андрею но что колено хочу тебя поздравить еще уже с тем что ты четвертый раз остаешься на второй год что этого не может быть может коля может знаешь мне кажется что ты никогда не закончишь школу что же мне теперь делать я должен что-то придумать андрюшка позвони пожалуйста директору и договорись с ним я тебя прошу андрюшка наша школа закрыта на карантин наверное я должен радоваться но нет я был рад только первые пару дней помню когда услышал эту новость вообще боссался от радости не верю это сон я сплю не сплю это все происходит наяву школу закрыли но потом стало настолько скучно все эти базисы и идукация и леарни Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I see you, friend 15 seconds Detention for you Your parents will hear about this one I am coming with your daughter icon I see you, friend 3, go! 1, 2, who? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok No drinking drinks in the hall DimaTorzok 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 Как его отключить? Мы очень сильно хотим... Больше никогда не буду... Продолжение следует... Продолжение следует...